Всем привет! В эфире рубрика «Разбор полетов». И сегодня я буду разбирать такую функцию, как «Automatic Take-off» или по-другому «Автозапуск». Для начала посмотрим, что вообще Автопилот нам предлагает настраивать. Это четыре переменных. Take-off TCHR Min Axe, Take-off TCHR Delay, Take-off TCHR Min SPD и Tex Pitch Max. Take-off TCHR Min ACC данный параметр задает минимальное ускорение, при котором разрешается запуск двигателя. Второй параметр Take-off TCHR Delay задает задержку, чтобы вам пальцы пропеллер не порубал. Третий параметр – это дополнительная защита. Представляет собой минимальную скорость, измеряемую по GPS, прежде чем мотор запустится. И, наконец, последний параметр – это Tex Pitch Max. Задает максимальный угол, с которым самолет будет взлетать. Также еще один параметр влияет на автозапуск. Это TCHR Slew Rate. Я его взял и занизил до 50. Дефолтное значение 100. Этот параметр указывает то, как быстро будет мотор раскручиваться. Я захотел больше плавности и занизил со 100 до 50. Судя по всему, лучше этот параметр не менять. Поэтому я его обратно верну в сотку. Сейчас я объясню почему. Ну что, пробую ланч-мод. Как он сработает, не знаю. На всякий случай буду держать бизарм под рукой. Не знаю, что произойдет. Проверяю. Так не запускается, да? Ну, пробую метать. Нет, автоланч не работает. Итак, перехожу к анализу сначала своего лога. Пошло ускорение. Больше 16 метров в секунду в квадрате. И аппарат армится. Далее присылается флаг Bad Lunge. Два раза. Видимо, из-за того, что скорость под GPS не набралась нужная. Далее. Как только набралась нужная скорость, включается авторежим, который запускает сам взлет. И видно, что запускается мотор. Но, как видно из графика, запускается он не на 70% газа, как у меня настроено. Вот. ТКО в ТХР-Макс. У меня 70% газа настроено. На 70% он нормально взлетает. До 70% газ не поднялся. Поднялся все же до 50%. Видимо, из-за того, как раз, параметра моего. ТХР-Слюрейт. Ну, а дальше он не успевает набрать высоту и падает. Что и можно было видеть на видео. Вот как раз этот момент. По аксельдрометру удар в землю. Ну, по GPS маленько скорость запаздывает. Таким образом, какие можно сделать выводы из этого лога. Что было не так с настройками, как я предполагаю. Так как самолет имеет маленькую площадь крыльев, он довольно-таки плохо планирует и быстро падает. То есть, в отличие от больших крыльев, которые могут долго лететь после ручного запуска, ему нужно гораздо быстрее запускать мотор. Поэтому, возможно, нужно полностью убирать эту задержку. 0,2 секунды. И либо понижать скорость по GPS, либо вообще ее отключать. Что сейчас ее увидим в другом логе. В данном случае скорость по GPS черный график. И по-хорошему включать его нужно было на скорости GPS 1,5 метра в секунду. То есть, вот 1,5 метра в секунду. И потом сразу 4,5. 4,6. То есть, на 4,6 он включился. То есть, 4,6 это уже много. Точнее, 4,6 это уже поздно. То есть, нужно запускать как минимум на 1,5 метра в секунду. Возможно, для безопасности стоит оставить его скорость. Должно это и скорости хватить. Ну и сменить параметр THR SLU RATE обратно в сотню. Сейчас посмотрим пример удачного запуска. Как видно по графику акселерометра, ускорение было меньше даже еще, чем у меня. То есть, у меня ускорение было, ушло за 40, а именно, сколько там, 55. 55 метров в секунду в квадрате ускорения. А в этом графике 20. 26. То есть, в два раза меньше. Но при этом запуск произошел удачно. Смотрим, что в нем было настроено. Во-первых, параметр ускорения, при котором запускается арминг, стоит такой же. 16 метров в секунду в квадрате, как и у меня. Второй параметр. Auto GPS Speed равна 0.4. То есть, у этого аппарата параметр TKO в THR MIN SPD выставлен в ноль. То есть, скорость по GPS никак не учитывается. Таким образом, аппарат армится и запускаются моторы, сразу на 100% газа, как только получилось необходимое ускорение. Да, это менее безопасно, но оно зато работает. То есть, аппарат сразу взмывает воздух. В отличие от моего сценария. Вот таким нехитрым способом можно определить, что было неправильно в моих настройках, что необходимо подкорректировать, чтобы автоланч работал нормально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok